В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Психологию криминальных преступников начнут изучать в Каргу. С песнями и танцами начался летний оздоровительный сезон в Караганде. Обо всем по порядку. В городе Сатпаев Карагандинской области убит сотрудник дорожно-патрульной полиции. Тело полицейского нашли в его собственной квартире с признаками насильственной смерти. Убитому сотруднику полиции было всего 46 лет. Следователи сейчас выясняют мотив преступления и кто мог совершить его. Пока в пресс-службе ДВД Карагандинской области не дают точных комментариев по данному делу в интересах следствия. Остается неизвестное семейное положение убитого. Сформирована специальная следственно-оперативная группа. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего тяжкое преступление. Узнать преступника можно по особым жестам и мимике, утверждают психологи Карагандинского государственного университета. И это не пустые слова. Они основываются на многолетних наблюдениях за правонарушителями. Свой опыт общения с преступниками ученые собрали в новой книге «Криминалистическая психология». В ней описаны методики и приемы психодиагностики. Судя по труду авторов, ловить правонарушителей теперь будет гораздо легче. Ведь психологическое состояние человека выдает многие его поступки. Издание – совместный труд ученых Болгарии и Казахстана. Сегодня в библиотеке главного корпуса Каргу очень оживленно. Преподаватели из других вузов, представители правоохранительных органов и СМИ стали свидетелями презентации новой книги о криминалистике. В ней собран практический опыт двух стран – Болгарии и Казахстана. Методы и приемы из этой книги не имеют аналогов в мире, так как основан на реальных раскрытых преступлениях, говорят специалисты. Автор идеи и рукописи – болгарский профессор Гончевский Бойко. Приехав однажды в страну, он получил приглашение к сотрудничеству от Каргу, да так и остался в Казахстане. Его решение семья изначально восприняла как большую авантюру, говорит профессор. Здесь идет речь о самых популярных и современных методах, которые используются в Америке и в Европе. А еще один автор этой книги, доцент Лейла Аренова, о своем совместном творении говорит как о уникальном пособии, которое поможет студентам и работникам правоохранительных структур познать о зыб психодиагностики личности подозреваемого и доказать его вину. Пока книга издана в 500 экземплярах и предназначена исключительно для специалистов. Раскрывать всех секретов на камеру специалисты не решились, ведь речь идет о безопасности граждан. Айам Амрина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Наши полицейские поздравили детей с Днем защиты детей. Правоохранительные органы устроили праздничное представление со сказочными героями, аттракционами и не только. Ребятам разрешили взять в руки ружье. Подробнее в следующем сюжете. Песни, аттракционы, веселье. В этот день сотрудники Департамента внутренних дел не только развлекали ребят, но и просвещали. Детям показали оружие, его возможности и рассказали, в каких ситуациях оно помогало охранять покой горожан. Возможно, после этого мероприятия многие дети в будущем выберут профессию полицейского, надеются стражи порядка. Мне очень понравился свой день. Он был такой веселый, нескучный. Классный. Я тут уже второй раз. А что понравилось? Машины понравились? Да. Мне понравился батут. Мне еще понравились. Мне еще понравились те машины. Послушайте ворона. Милые дети, желаю вам много радости в жизни и успехов в учебе. Растите здоровыми, счастливыми, добрыми и честными людьми. Дети в этот день повеселились от души. Они и на машинках покатались, и сладостей наелись. Также получили подарки от полицейских. Амина Смакова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С песнями и танцами начался летний оздоровительный сезон в Караганде. Специально для детей в шахтерской столице открыли порядка 80 пришкольных лагерей, где проведут свой отдых почти 50 тысяч ребят. В Центральном парке культуры и отдыха, как всегда, много людей. Но 1 июня невероятное большое количество школьников. Сюда они пришли не просто так, а для того, чтобы встретить свой праздник – Международный день защиты детей. София Салтыкова и ее одноклассники из 62-й школы даже приготовили интересный номер для всех зрителей. У нас будет номер по танцовке Кошкиного дома. У нас очень весело, хорошо и улетно. Мы ждем всех в Центральном парке. С начала летних каникул в Караганде заработали пришкольные лагеря. В этом году их порядка 80. Дети-инвалиды и сироты смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Салют» уже с 15 июня. Мы хотим создать атмосферу праздника для всех этих лагерей. И сегодня праздничные мероприятия будут проходить как в Центральном парке, в Декам молодежным, в Декам железнодорожников, в парке 50-летия Казахстана. В День защиты детей маленькие жители нашего города смогли поучаствовать в веселых конкурсах и забавных играх. Особенно ребятам понравилось рисовать любимых сказочных персонажей на асфальте. В летние каникулы детям разрешается все. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Профиль Галвин Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В день защиты детей Акимобласти Нурмухамед Абдебеков встретился с воспитанниками детского дома Кулыншак. Глава региона поздравил всех с праздником, подарил подарки и запустил с ребятами воздушные шары желаний. Что же загадали юные мечтатели, узнавала наш корреспондент Айма Врина. Запустив в небо воздушные шары, вместе с Акимом области, ребята из детского дома прикрепили к ним свои сокровенные желания. Лепесточки взмыли в небо, а вместе с ними надежда многих ребят на счастливое детство, собственную семью, здоровье и хорошее образование. Каждый загадал свое. Анастасия Черханова воспитывается в этом доме уже 7 лет. Сейчас она перешла в 6 класс. Для детей он самый лучший день, к ним больше внимания, больше подарков. Каждый ребенок учился хорошо, который сейчас дошкольники переходят в первый класс, чтобы они очень хорошо учились. Еще одна малышка из детского дома Кулуншах, Лиля Каравянская, несмотря на свой юный возраст, в совершенстве знает казахский язык. Маленькая девочка очень хорошо учится и даже получила грамоту. О том, что загадала, она искренне поделилась с нами. Мне очень нравится учиться и получать знания. Моя мечта – окончить учебу на отлично. Нурмухамбет Абдибеков вместе с Акимом города Нурланом Аубыкировым посетил залы детского дома и познакомился с жизнью детворы. Также специально для гостей мальчишки и девчонки организовали праздничный концерт, где удивили всех своими талантами. Директор детского дома Светлана Буркеева о своих воспитанниках говорила с гордостью. Хотим показать, что мы умеем делать, как мы умеем выступать. И, конечно же, целый день будет насыщен различными мероприятиями. Все будет посвящено нашим деткам. Внимание к детям-сиротам – это лишь малая толика того, что мы можем сделать для них. Немного ласки и простая беседа, лучше всяких дорогих подарков. И пусть все желания ребят сбудутся. Айам Амрина, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. За четыре месяца текущего года по плану изыскания дополнительных источников в бюджет области поступило 1,3 миллиарда тенге. На очередном аппаратном совещании был рассмотрен вопрос о ходе реализации мероприятий по противодействию теневой экономике. Глава региона Нарумхабет Абдебеков отметил, что основными задачами на сегодня является вовлечение в формальный сектор экономики неформально занятых, увеличение объема поступлений в бюджет и объема безналичных платежей, сокращение контрафактной продукции и контрабанды. По данным органам статистики самостоятельно занятое население по первому кварталу текущего года составило 13,5%. По сравнению с четвертым кварталом 2014 года наблюдается снижение на 0,3%. Безработное население 5% на уровне 2014 года. Наряду с другими мероприятиями принимаются меры по таким направлениям, как выявление фактов лжепредпринимательства, преднамеренного и ложного банкротства, контроль за уплатой налогов поставщиками государственных услуг и их контрагентами, вывод из тени арендного жилья. За четыре месяца текущего года от владельцев арендных квартир, лиц, осуществляющих перевозку пассажиров на личном автотранспорте, от выявленных налогоплательщиков в отраслях экономики, занижающих количество наемных работников и уклоняющихся от уплаты налогов, уже поступило в бюджет 43,7 миллиона тенге. Лжепредприятия сегодня являются воротами в теневую экономику. С их помощью предприниматели ежегодно уклоняются от уплаты налогов на сотни миллиардов тенге. Через их счета похищаются бюджетные средства, направленные на исполнение государственных программ. А после обсуждения этих вопросов Акимобластин Румахабет Абдебеков дал ряд поручений Акимам городов и районов, руководителям организаций по противодействию теневой экономике в соответствии с республиканским планом мероприятий. Кроме того, на аппаратном совещании были рассмотрены итоги весеннего двухмесячника по санитарной очистке и озеленению населенных пунктов. В целом по области в благоустроительных работах приняли участие более 290 тысяч человек и более 7 тысяч предприятий области, организаций и учебных заведений. Привлечено 1022 единицы техники, в том числе 725 единиц автотранспорта и 297 единиц погрузочной техники. А за этот период было убрано более 41 тысячи гектаров территорий, ликвидировано 622 несанкционированные свалки, отремонтировано 1493 точки уличного освещения, высажено порядка 26 тысяч деревьев и кустарников. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Если вы турист или скоро приближается отпуск, отдохнуть от городской суеты, полюбоваться природой, не потеряв при этом целое состояние, вам помогут в Каркаролинске. Отдых в этой местности полон экстрима и живописных пейзажей. Проверить все ли готовые для встречи гостей сегодня туда отправились представители туристических агентств, предпринимателей и руководство области. Познакомиться с казахстанской Швейцарией и посетить уникальные места решил и наш корреспондент Аймаврина. Десятки людей, представителей туристических агентств, предпринимателей и работников местных зон отдыха совместно с заместителем Акима области Ануаром Ахмеджановым собрались за круглым столом, дабы обсудить развитие туризма. Затем они совершили обширную экскурсию по уникальным местам Каркаролинского национального природного парка. Небольшая экспедиция тронулась в путь рано утром. Первым объектом на их маршруте стала мечеть имени Кунамбая-Кажи и его дом, в котором когда-то он жил. И вот мечеть была завершена в 1851 году и прослужила 30 лет как мечеть. Следующий привал путешественники сделали у местного музея природы. Здесь для них провели экскурсию и познакомились с историческими экспонатами. Каждый из них – результат кропотливой работы археологов и частичка истории этого региона. Далее представил буддийский храм, история которого вызвала у слушателей большой интерес. Мы посетили Калазалкеншский дворец или же буддийский храм. Теории насчет происхождения этого объекта немножко разнятся, но тем не менее это очень интересное, загадочное и умиротворенное место. Завораживающая картина раскрылась перед глазами путешественников при подъеме в горы района 40 озер. Оазис природной первозданной красоты, свежий воздух и манящие блики. Уникальные места обязательно должны увидеть и отдыхающие. Казахстанскому туристическому бизнесу есть что предложить клиентам, говорит замститель Акима области Ануар Ахмеджанов. Мы организовали данный инфотур, чтобы наши туристические агентства, представители, сами своими глазами могли увидеть те природные достопримечательности, ту инфраструктуру, которая есть, те дома отдыха, которые новые открываются на сегодняшний день. Узнали их цены, узнали их уровень услуг, чтобы, как говорится, на своей собственной опыте могли они испытать те ощущения, которые они будут завтра предлагать своим клиентам. Экспедиция по Государственному национальному парку Каркарлинска и историческим местам продлилась два дня. За это время все успели не только оценить красоту природы, но также убедиться в уникальности отдыха здесь. А самое главное для всех стало очевидным – каркарлинская природа достойна уважения и готова удивлять как наших, так и зарубежных туристов. Поэтому мы надеемся, что как можно большее количество людей сможет приехать сюда и насладиться красотой этих мест и увидеть все это воочию. Учителя после завершения учебного года сами сели за парты, чтобы повысить свой профессиональный уровень. В Караганде в онлайн-режиме прошел научно-практический семинар, где обсуждались проблемы карьерного роста преподавателей и сотрудников института в повышении квалификации ОРЛЮ. Конференцию провели в рамках операционного плана Министерства образования и науки Республики Казахстан. К обсуждению актуальных проблем преподавателей были подключены 17 филиалов НЦПК ОРЛЮ. Институты Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей выражали свои точки зрения. Для нас приоритетом сегодня является развитие профессиональных качеств сотрудников института, для того, чтобы мы могли реализовать программу повышения квалификации учителей Карагандинского региона. В этом году научный семинар был организован впервые. По словам специалистов, конференция дает много положительного в работе преподавателей. Например, узнать, какие можно создавать формы работы, какие методические разработки и виды взаимодействия сейчас актуальны. Самое главное, мы определили те мероприятия, те виды работ, которые нужно целесообразно проводить внутри института, чтобы педагоги института повысили свой профессиональный уровень. Семинар в онлайн-режиме. Национальный центр «Урлео» совместно с учебными заведениями региона намерены проводить регулярно. Гульнур Жакен, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Завтра первый день сдачи ЕНТ, но вместе с приближением момента тестирования активизировались мошенники. Злоумышленники предлагают выпускникам купить якобы правильные вопросы и ответы. Во избежание неприятных ситуаций специалисты управления образования обращаются к родителям и самим ученикам с призывом не попадаться на уловки мошенников. Всего четыре пункта в первый день сдачи примут выпускников для проверки знаний, накопленных за школьные годы. В этом году в списках о результатах тестирования будут написаны не имена учеников, а ИИН и специальные кодовые номера. К тому же вся информация станет доступна в интернете. В связи с этим специалисты управления образования предупреждают о мошенниках. К нам поступает информация из Министерства образования и науки о том, что все чаще поступают тревожные сообщения о росте мошенничества с мнимыми правильными тестами. У нас в области таких фактов не зарегистрировано, но сейчас все школы должны усилить работу по информированию населения и профилактике таких случаев. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго. Аман Саввулантар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова